я понял зашел здесь был вообще найти вот смотрите змеюка тут обшито просто деревом сейчас покажу вам речушечку видите сложено в лапу ого какая большая на всякий случай приехали собрали огурки мой дедушка молодец привет пап привет ну что показывай свою фазенду пойдем чеснок я вижу целая грядка 18 18 в каком году куплено 15 15 году я папе помог найти землю с домом в деревне дом его чуть позже друзья покажу а сейчас посмотрим что тут сделал папа забор которого не было вот такая сетка здорово это что у нас смородина смородина крыжовник два куста это еще смородина черная и это черная они диму зеленых пока не очень это красная это белая грядочки у тебя тут такие ровненькие дима блок свой снимает дадим это просто покажешь ягодки зрителю так дальше показываю что тут у тебя клубника вижу а вот это что за две грядки картошка посажена от седом еще не взошла это клубника обычная до садовая это грядка зеленью и мой дедушка молодец так это калитка к соседям но смотри у тебя классный парник рассказывай как он все работает сколько обошелся это взошла я прикрыл травой черная смородина еще клубника да то что наросло в том году пошли парнику в каком году ты его поставил папа 19 три года уже стоит сколько он тебе обошелся 40 кажется но то так ну больший большой парник большой 40 тысяч это получать тебе его сюда привезли здесь установили да под ключ приехали собрали огурцы ты подвязал правильно понимаю это огурцы огурни совместные помидоры просто эти висит еще не подвязывал что здесь хорошо тепло ты подписано кабачок кулинарная это кабачок это дыня там тоже кабачок укропчик это чеснок это лук так закрой я до холодно до закрывает еще тепло часу будет вот кстати люк от температуры то открывается то соответственно участниц тепло вышло и начинает вот видно потихоньку потихоньку закрывается вот здесь находится масло и от перепада соответственно температуры она либо расширяется либо наоборот сужается поэтому и сам без электричества это все работает это настой садовальчиков для чего это поливать до до удобрять лучшее удобрение лучше чем навоз колодец ты когда в прошлом же году доделал том году в том прошлом пошли смотреть колодец открывай показываю сколько колец колодец под 55 слушай воды много вот и даже ведро здесь есть но всякий случай вверх сам мастерил до полтора кольца воды прилично так еще число где себе за все бук это бук да все бук а так это же доска для пола до души бывшие должны кто там у тебя на пальце давай кто-то в гусенице ого какая большая ты раздавею не оставляй так это кирпич это от старой печки до твоей до суша чел здесь написано я вчера разбирал mz это завод новгородский ас новгородского завода до это получается еще он довоенный похоже военный а вот это у нас бывшая баня домик друидов здесь раньше мылись люди но она уже давно пришла непригодность видите сложено в лапу это один из самых крепких узлов то есть этим дом ничего не будет но из-за воды уже произошло разрушение древесины видите какая вся печка над печка понимаю вот это видите вдалеке чан такой здоровенный стоял нагревалась вода что нужно было душ принять но тут все уже давно рухнуло заросло крыша частично обрушилась суши здесь еще сушу тишь поляну то капец какая до вышка сотовой связи поэтому здесь есть интернет даже 4g друзья а находимся мы в новгородской области и дом кстати здесь можно купить от 650 тысяч рублей ну дом это чуть лучше вот этого будет в основном это стоимость земли почему такая цена здесь потому что рядом лес где есть медведи и станции ждать станция рядом да и река волков где любит прижать рыбаки чтобы порыбачить пап вот вот это у нас тоже сарайчик вот эту новую дровянку да так сказать это ты же уже сам делал дровяне да потому что получается дом он был совсем другим я покажу как это было когда это приобрели что было внутри и сейчас увидите друзья что стало он смотрите какой красивый кстати давайте немножко тут про особенности тоже поговорим суша дом тоже же да в лапу срублен да да дом в лапу сарай ведь это у нас называется американка то есть доски идут в нахлёст и одна накрывает другую нет щелей а зато внутри достаточно хорошая воздушная прослойка для того чтобы сам сруб саму дерево было соответственно всегда сухое торцы зашиты доской для того чтобы они гнили потому что древесина начинает обычно разрушаться вот он самый слабый слабое место у дерева это вот торец его нужно всегда соответственно хорошо закрывать как это сделано здесь мы видим современные окна монтажная пена даже отлив есть такой но есть классно и кстати марину не так все прости здесь если обратите внимание то когда ешь по новгородской во всех домах три окна бывают окна 234 бывает больше вот здесь именно три и здесь не исключение вот такие небольшие друзья три окна пройти чтобы папе грядки не растоптать и показать вам дом вот отсюда вот видите ласточки гнездо сверху сверила там да вот что хотел сказать про особенности сам дом получается высокий дом же на чем на блоках стоял там или на камнях на земле на земле просто стоял все дома строились после войны и до войны на земле то есть отец бревна просто лежали на рулет и получается поднял убрал два венца да да фундамента не было никакого потому на землю ставили что давай теперь дом посмотрим папин дом кухня кухня комната вот эти двери это же вот с постройки дома подожду до нас эти так многие делали двери дим вот аккуратно ножка это вот эти какая система такие металлические я даже не знаю как это правильно называется такая скоба с отверстием для того чтобы нужно было дверь на замок закрыть свиней держали свиней держали здесь а тут еще немножко дров хорошо дим вот увидите как смотрите все это с того времени еще друзья опа все сам дом находится на таком приличном возвышении то здесь наверное метра полтора земли да папа вот эту веранду тоже сам пристраивал до вход же раньше прям сразу вот сюда да вот был вот вот он вход в дом давай веранду твой посмотрим тут у нас получается прихожая и комната так у нас с улицы вагонка внутри вагонка между стенами что там утеплитель у тебя или что провожено стенофоном стенофоном и все электричество папа провел телевизор большое количество сразу розеток для всего нужного вот здесь я спал ночью было минус 4 проснулся того что и не на лице пошли открывай дом показывай свои владения проходи проходи так это что у нас по кухне это кухня значит здесь соответственно все было совсем по-другому вот вот эту кухню мой товарищ изготовил для папы сюда привез и здесь же ее сами они собирали да или ты они все собрали вот такая коллекция ножей папа любит ножи вот что нравится у папы то порядок смотри все как в армии чайные столовые вилки термос вкусным кофе эту картошечку приготовим на обед закруточки этаж твоя да пап твоя мидора флаг воде это у нас печь духовка до народ назвали холл есть обычная электроплита и индукционная плита значит вот эта печь у нас а как она работает расскажи я понимаю на ней можно готовить до что еще она позволяет сделать духовка он там можно томить это где покажи это вот здесь об и противень и до сюда есть и противень да сколько здесь миллиметра два с половиной до толщина металла не верю что она еще позволяет сделать обогреть дом на топил и все тепло пойдем в дом так дверь это вот эти просто покрасил да пап да и стекло поставил там не было ничего вот эта комната сколько ты говорил здесь 27 27 27 метров здесь же если не ошибаюсь просто был были обои прямо приклеены на дерево на бревна ты соответственно обшел потолок и обшел стены и утеплил пол правильно вот здесь затем была печка до этого такая большая круглая а что за печка здесь была папа ну такая буржуйка по всей деревне ставили обогревать других печей не было круглое труба железного туда потом наверх вытяжка хохохо кто-то может быть помнит у многих вот такие были тумбочки он смотрите какой советский сервант крутяк старина чисто хорошо современный шкаф вот эти видите три окна тут по вовсе заменил на стеклопакеты энергосберегающие лампа везде поставил там дима бегает телевидение электричество папа делает настоечки очень кстати вкусные так что еще здесь можно показать час я вам кое-что покажу друзья кстати здесь вот холодильник еще стоит и вот эта дверь она ведет там где раньше держать свиньи здесь у нас уже темновато сейчас переключим режим камеры и главное не упасть ведь его здесь вот такую спуск тяжело плохо видно вот здесь держали свиней в советское время и до вода военная послевоенная соответственно вот это у нас бревна здесь у нас полу потолок сделан из бревен и на что кстати здесь обратил внимание это какой шаг здесь больше двух метров то есть стойки кровли двухскатный вы представляете как делали и вот здесь вот это знаете что такое друзья это брали березу делали такие маленькие совсем деляночки покрывали крышу то есть не было никаких современных как сейчас риском не было ни андулинов не черепицы вообще туда ничего не было еще было не достать поэтому пока покрывалась у деревом это вот и здесь и вот сейчас по лестнице поднимемся наверх очень аккуратненько вот смотрите как обустроены раньше были дома обратите внимание какой шаг то есть вот сколько было материала похоже так и ставили тут вообще он там нара метра 232 50 возможно здесь около духу там поменьше меньше вот там еще меньше к окну обшито просто деревом вот это не береста конечно но такие деляночки просто рубили дерево ветмер сантиме миллиметров на р 5-7 как получалось и соответственно ставили вот здесь нет досок здесь обычно просто бревна то есть косили молодняк его подрубали у балок для того чтобы расстояние кровли было примерно в одной плоскости и все снизу сверху была прибита доска а здесь соответственно просто засыпана песком даже не песок папа чем это здесь засыпано там известили песок просто глина с песком с глина с песком в качестве утеплителя все положили доски для того чтобы если нужно пройти вот вы видите там папа что-то сушит вот для таких соответственно целей все то есть вот это помещение никогда никто не эксплуатировал как жилое вот он видите какой пол все трясется сейчас вам покажу вот эти вот здесь хорошо видно вот видите слушайте они еще тоньше тут миллиметра друзья 4 наверное очень тоненько ну стропильная система соответственно тут одно название строили с того материала что было то видите просто огромное расстояние огромное и вот о чем я говорю ответе чтобы сделать одинаковое расстояние здесь побольше сняли дерево чуть меньше чуть больше чтобы та сторона на которую кладу или кровельный материал тех времен была в один уровень тут старое окно папа поставил москитную сетку там видно как раз почти умершую баню папа конечно совсем не многословлен может быть увидел камеру немножко застеснялся ночью здесь конечно друзья с дома была проведена огромная просто работа потому что это был обычный деревенский заброшенный дом заброшен у нее были хозяев на не приезжали сюда летом там раз сто лет я понял зашел здесь был вообще найти вот заходишь и выходишь хочется постираться всему потому что было пылище какая-то вонь там все было бутылки мебель старая одежда вообще даже садиться было страшно папа из дома реально из этого сделал просто вот такую для себя конфетку и здесь он живет сейчас постоянно ему здесь очень нравится потому что здесь очень удобно единственно конечно здесь минус что так как эта деревня здесь уже давно нет магазина и за продуктами приходится куда-то ездить на электричке в этом конечно минус потому что электричка как с его слов приходит им утром и обратно приезжает только вечером станция такая здесь я даже не знаю сколько здесь 20-30 домов то есть живет постоянно здесь там четыре или пять домов он сказал то есть ну совсем немного на что мы с вами давайте пройдемся немножечко по окрестностям и посмотрим что еще здесь есть такая обычная деревенская дорога вот видите колодец похоже когда-то было или это верх от него остался они до колодец на вот он собака не хочет одного вставлять этом большие собаки мне не хочется с собой тащить вот видите как веранда покосилась дом уже накренился потому что вот эти видите он такой вход в подполье у папы такой же кстати было вот он убрал два знивших венца подняли дому поставили на блоке вот она отсюда видно уже вышка сотовой связи вот видно люди живут ведь такой тоже дома стеклопакеты окна поставлены дверь открыта чтобы лучше проникал воздух здесь у кого-то спутниковая тарелка он человек впереди идет а бог то какой москвич то стоит и господи ты боже мой сейчас мы можем выйти с вами к речке и посмотреть на станцию ого смотрите кто пасется офигеть рога да так вот долбанет блин мало не покажется мы приехали кашек папе не с пустыми руками привезли ему еды потому что в магазин конечно тяжеловато ездить да и пенсии к сожалению у нас такие что она коммуналку хватило уже хорошо воздух был просто классный вы будете такие огромные комары летают я таких давно не видел то есть такие мух деревенские настоящие сейчас покажу вам речушечку птицы поют кукушка куку кает блин вот 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 она речуха пошла она такая совсем небольшая самое конечно классно это здесь волков мост через волков здесь на том берегу отдыхал и александр и первые и суворов многие выдающиеся люди того времени писатель некрасов к примеру только посмотрите друзья какая красота когда проезжает машина мост трясется так знаете страшновато тут вниз лететь тут метров наверно 30 если не больше он видите сколько сантиметровая толщина металла когда-то было асфальтное покрытие а здесь остался песок которым посыпают постоянно дороги вот и эта машина сейчас услышите почувствуете сами вибрацию вот она речка здесь вообще в ручей превращается вот эти такая темная вода это значит торфяники они дают воде такой цвет ухаживают за мостом сушите сталь то какая толстенная едет слышали вот она электричка ржд в питер поехала вчера начал заряжать свою технику поймать счета как-то быстрая зарядка совсем не быстро напряжение в сети меньше 220 вольт положено там что было около там 170-190 наскакала поэтому заряд так очень очень долго шел и здесь эти кроме электричества ничего друзья нет хорошо хоть электричество есть отопление у всех соответственно печное а электричество это и для приготовления пищи и для освещения домов здесь конечно большой плюс что нет людей есть только твои соседи господи смотрите змею к кто-то задавил змею офигеть что я шел и не заметил уж стриманулся капец змея коварная зараза ее не видишь она тебе уже слышит и чувствует в общем деревня друзья совсем здесь небольшая здесь конечно очень сильно подкупает то что рядом находится волков и на него очень много приезжает охотников и рыбаков потому что там есть и медведь и кабан и волк папа говорил что зимой к нему волк один раз заходил из окна говорит видел и по следам было понятно что это точно не собака и бегают зайцы не видно в лесу совсем есть нечего и они от деревушки к людям идут дал попадом конечно один из таких красивых и риска как радуется друзья подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий но я с вами как обычно не прощаюсь и говорю до скорой встречи а и Субтитры подогнал «Симон»